Лихачёв Виктор Александрович Лихачёв Виктор Александрович Поехал в магазин, ну как бы поехал домой после работы, ставил машину, вышел в магазин, вышел с магазина, подошли два военных, проверили документы, забрали это когда случилось 20 апреля 22 года а на какую должность сначала рядовой должность старший стрелок стрелок где воевал по опасную камышеваха катериновка золотаревка последнее было под солидаром там где взяли в плен когда 25 ноября обстоятельства обстоятельства нужно было закрепиться в доме был в качестве проводника его группу зашли группу кого группу кого группу людей из пяти человек они какие войска были мотострелки россияне или это с моих как с моим батальону лнр да вот зашли в дом там никого не было потом через пару минут начали работать по нам танкам по дому с рпг но с тяжелым артиллерия пустились подвал потом начали уже зачищать дома наш ну наш дом получается вот до обеда просидели тихо потом нам начали закидывать гранаты вот немножко по отстреливался потом завязался диалог мы сдались ты сказал что начинал стат как бы погоны тебя были рядовой до стрелок а заказа к заканчивал матч лейтенант но это маша офицерской склада а вот это такая как бы быстрая карьерная лестница за что дали погону ну как у нас было в переформирование батальона мы были батальону 26 34 потас нас сделали 4 батальон и препарат при формировании батальон как бы я не знаю чего не отталкивались может за какие-либо личные заслуги как-то показал себя ты присвоили младшего лейтенанта командира взвода хорошо воевал может быть воевал хорошо или нет не так не думаю ну крыл крушил крошил или там как говорит укропов ни одного не убил на стрелял стрелял уходя то типа как признаю признаешь потому что многие говорят что даже не стреляли а вот сколько платили что сколько платили платили но у меня офицерская должность получается 230 тысяч рублей все наличка платилась да а как происходило технически от вывозили в определенное место и платили пешим а то это же много денег типа 230 тысяч и шо все с собой эти деньги возят кто с собой кто сдалека кто передал через высший офицерский состав так сказать доверяли офицерам да что передавали туда да а вот если ну много гибнут что деньгами чеки которые возятся другие забирали могу это узнать потому что многие говорили что у своих же забирали в плане забирали деньги мы там за 200 или короче обнулили кору и типа забирали я не сталкивался с таким а до того как мобилизировали да чем занимался водитель экспедитор фирмы какой-то да да было чп флп и какая зарплата 20 тысяч рублей а жил отдельно от мамы снимал квартиру да сколько стоит это в стаханове до полторы тысячи рублей это знакомых это в стаханове до стаханы это очень низко ну да то а средняя цена какая как а средняя цена сколько стоила квартира 45 тысяч гражданская жена чем занимался работает продавцом детской одежды к у нее зарплата тысяч 10 разговаривал с ним что мы с ней что мобилизировали ну вот что делать и так далее в плане что делать дальше ну типа вот ну типа мобилизации да ты с ней разговаривал советовался да как бы мы пришли к немому соглашению как бы я мне там не место но как я не хочу вот ну а когда пришлось мобилизировали оттуда же уже все ну а не думал как-то там карается законом и что садишься там 15 лет дают или 10 но еще никто не видел по факту что это случилось и то же самое с россиянами но не хочется же быть первым а кто его знает может не не будешь это все просто разговоры ну потому что чтобы понимать это слышал со слов или читал что-то на уровне закона там со слов со слов ты же понимаешь ну смотреть с другой стороны да это слухи это тут просто слухи мы люди привыкли верить слухом хоть это и пагубно иногда бывает это вообще ну да может ничего такого и нет с таким сталкиваешься везде в последней жизни к слухам с таханами да не в общем нет про общее понятие слухи в четырнадцатом году поддерживал так называемый этот деферендум нет я не голосовал но в декабре 2014 вступал в ряды в ряды чего военных сил в н.р. с целью деньги с мотивом были деньги да сколько там платили 15 тысяч рублей одно тоже небольшие как бы деньги за этот момент был надо было за что-то жить работы вообще не было не работает практически не было я только выпустился с бурсы с училища только окончил 2014 вот везде нужен опыт работы без опыта нигде не брали а что заканчивал училище агрофирма водительный экспедит ну слесар по ремонту автомобиля водитель и сколько там пробыл три года а где воевал а вы иметь ввиду военных силах с 14 года с декабря в основном с военно-сербский район у нас были определенные позиции в основном там полигон эти позиции дебальцево был ну не конкретно дебальцево был в чернухинском районе потом бои большие были в дебальцево были да а что думаешь вообще об этой всей ситуации в четырнадцатом году которая случилась что я могу думать все это политика нам не дано что-то думать что-то говорить объясни мне вот что значит вся эта политика высшие круги я могу только так сказать не нам об этом говорить у тебя статус какой в плане вот сейчас у тебя статус военнопленный статус военнопленный это ты уже часть политики я так не думаю почему у меня нет свободы слова почему-то свободно же сейчас говоришь это интервью до свободу что ты имеешь тогда ввиду свободы слова каждое слово можно себя скомпрометировать смысле это как ну вот я сейчас скажу на россию что-то плохо приедут после обмена меня могут там посадить скажу что-то на украину плохую давно в плане политики сестры меня могут отсюда не выпустить даже смотри ты думаешь что-то плохое в украине ну это ни на что не влияет конкретно об украине ну да я думаю ничего плохого ну так смысле почему ты говоришь что я если что-то скажу плохое в украине меня отсюда не выпустят в смысле я же говорю что если я могу что-то сказать не обязательно думать что-то плохое чтобы скомпрометировать себя но это все големый трёп это все големый трёп а россии да я уверен что если что-то скажешь боже скажет не так потом можешь дать кувалда даже ну я ж не вагнер кто его знает как когда люди уезжают приезжают и нормально никого никуда не забирают и не говорю что там тоже слухи тоже слухи но снимали видео а видео это как бы доказательств было видео правильно с нужен 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 это вагнер из кувалды я лично не видел хорошо мы сейчас я слушал мы не об этом я просто говорю ну то есть ты думаешь если там что-то это насчет украины это все как бы трёп если взять но ты записался тогда то есть идеологии никакой не было это просто деньги до в четырнадцатом году я трёп там никаким не был как бы как какой может быть патриотизм если ты даже не знаешь что это паспорта какие у тебя есть были лнр и украина украина просрочены и лонардова не было отелься чувствуешь вообще вот как за национальность национальность она нравится объяснить что это такое республика не одна республика это как бы другое да вот объясни кто такие лнр овцы луганская народная республика кто такие луганчане донбасс хорошо вот я тебе могу объяснить кто такие украинцы да как родила от от кого мы там по ходу исходим какие там формирования были и так далее государственная а вот что таки ну что какая культура лнр это кто культура лнр да на начальной стадии она культура не сразу появляется а так вообще больше к россии ближе больше почему к россии потому что больше людей там разговаривают на русском вот например если будет иностранец и тебя спросит вот скажи как ты можешь охарактеризовать лнр овца а чтобы ему объяснить кто такой лнр овец посмотри на русского увидишь это то же самое да практически а в чем разница тогда разница почему если такой как русский почему россия не забрала так называемая лонар и донар к себе но вот же референдум был забрала вроде как когда если не ошибаюсь в сентябре в сентябре 2022 года а 14 по 22 год почему не брала ну это можно объяснить только тем что это как-то политически влияло как она признала океан разус нахрапа чтобы не брать так смысле она же признала 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 как отдельные народные республики чем этом году россия помогала в этой всей движухе на востоке нет я не сталкивался с ним только может техникой какой-то это это тоже слухи хорошо деньги откуда были деньги да получается да финансирование ну я так думаю тоже слухи а там может и республика оттуда не скажешь откуда республика имела рубли и заводы какие заводы там работают до сих пор работает алчевский металлургический за остальное не заработали не на данный момент оружием помогала нет все возможно ну ты же был чернукова направлен под дебальцева были россияне ты не был там и поэтому не видел или не видел 2 1 не был там и не видел поэтому него я был там но я их не видел я с ними не сталкивался со всем но слухи были что они там есть конечно слухи везде есть как закончили ну как закончить войну я думал прийти к определенному соглашению какое оно должно быть я не знаю украина должна отдать или виной территории мое мнение лучше уже отдать потому что если пойти дальше будет опять кровопролитие вот ты еще происходит свой провести свой референдум да вот как украински от вести туда украинских представителей и провести как правдивый весну коп Complet tight осьюant жули референдумом все заставляют людей вот провести свой правдивый референдум пока как-то провести референдуме с этом российского не 되는 договориться с ними как в полное это такое что всегда можно договориться на диалог а совсем тяжело это делать я тебе объясню исторически почему ну смотри в четырнадцатом году россия забрала крым украина как бы про хлопала до про хавала это хотя это ее территории россия финансово и оружием этими всеми добровольцами помогла чтобы запылал донбасс донецк луганск правда и до 22 года все уже шло к затиханию правильно смертей почти не было ничего вот вы сказали россия помогла оружием чтобы запылал донбасс но можно же сказать это с другой стороны давай как бы вот пришли вот как как говорят слухи вот на донбасс была как война вот если бы россия туда не заходила фактически я не видел там вой войск ничего такого вот за сову высу пришли сразу с артиллерии с танками колонны бмп ну как то что получается они на своих нападать россия помогли же к смотри уже посмотреть как и гуманитарная помощь для чего для спасения людей от чего ну я же вам сказал шли колонны в ссу артиллерия кто начал обстреливать я этого не знаю а я тебе скажу вы откуда знаете а это все доказано снимками спутников и так далее я там будем доказать я там был а кем доказано а кем доказано каждая сторона будет говорить что они правы вы сами это понимаете истины нет история пишут победить и смотри ну ты же российским сми верь веришь правда я не всем новостям в общем не давай ну то есть то есть мы помыть и новости то есть мы продолжим этот разговор который ты сам начал до была граница из линии границы россия градом не фигачивая по территории донецкой лаганска я тебе просто говорю да это куча было расследований карты спутники и так далее они это фигачили это все а теперь не объясни ну то есть по финляндии тоже так можно было фигачить вот например границы имеет с финляндии россия тоже так можно фигачить или как и финны ничего не должны бы были делать не посылать туда технику ничего я не могу ну у меня вопрос к тебе до украина шла защищать свои границы это как бы нормально это так называется получатся двух колонн и всего остального это был да это не так называется это так было обстреливание с например авиации по живым домам это тоже защищение какая авиация ну была авиация где видео ракеты летали для по луганску стахана и прилетели авиация была скажи скажи с какой авиации были вот какой я нему не разбираюсь них и где авиация ударила истребители в луганске девятиэтажные дома ты был там на месте когда они были я видел последствия много очевидцев друзей это тоже слухи но проверен я видел последствия тоже все все с видео и так далее вот это это все все слухи которые как бы собраны с видео до по слухам и так далее кто где мы сейчас же что же все информации собирается с видео везде посмотри а теперь просто мне объяснил логически а зачем типа украинским высудить по гражданским то есть мне логику немного без я здесь здравого смысла не ищу не про мне просто миссия сам не могу это объяснить я не могу понять это высшие круги скажу просто болезни я тебя спрашиваю даже если я приму твой аргумент просто объясни мне зачем ты собственный тогда было украинцам я же еще раз говорю я ответить на этот вопрос затрудняюсь потому что мне он неизвестен если бы его каким-либо политиком там возможно и знал а у тебя а теперь у меня к тебе вопрос к как представителю младшего офицерского склада так называя так называемых который воевали вместе с с янами за что воде югид россия и ты вместе с ней воевал объясни мне мы хотели как я понимал был общий план очистить луганскую донецкую республику вот вы как не очистить а выйти на свои границы 91 года хорошо ты географию немного понимаешь не особо не особо да ну знаешь где крым а как хотели очищать территорию заходя в херсонскую область в киевскую область чернигевскую сумскую область и так далее и как они хотели выйти на границы донецкой луганской области если эта тема не хотели просто свергнуть украинское правительство но это так только стоп 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 как зовут виктор виктор давай все-таки как было логического не будем перепрыгивать так россия хотелось вместе с тобой и такими как ты выйти на границы луганской донецкой областей или свергнуть правительство это две разные вещи первое это как бы воевали на два фронта да получается мы отбивали это они другие зашли получается да вот чтобы не было угроза как бы они делают котлы то есть полукраины как бы стоп границы донецкой луганской области или что говорю он хочет как бы освободить украина где нацификация там чего я не знаю что это вот а потом он сказал мы не будем захватывать не чужие территории ничего такого вот так виктор объясни мне так денацифицировать что это значит денацификаци денацификации объясни мне что это значит я так понимаю а там нацисты и есть и остальное нацисты здесь есть я конкретно не сталкался то гладерброд będzie верюще в штангу или как если я конкретно не сталкивался я спрашиваю владимир владимир штангу с отец с этой заявлением что он там не думаю я узнаю мошей губ или пригожина я не знаю кого он там сейчас им извини меня все политик штангу если нацикам нет то походу владимир владимирович штангу если я их не видел это значит что другие ну значит штангу владимир владимирович здесь никто нацистам не видел походу путин если он такое заявляет здесь никто нацистам не видит не знаю я не считаю что не считаешь боишься чего ну а кем ты считаешь путин человек представительства президент чего в россии российская федерация но нацистам нету я их не видел владимир владимирович думаешь видел но там разведка я не знаю от чего она так уж трудно об этом говорить я с ним не общаюсь как не курюсь им сигареты смешно построение неплохое у кого у меня а ты живой остался да а так был мог умереть за идею которая нету я за идею не воевал я не день но мог умереть за политику не будучи частью политики так вы говорили машина сбить переходя через дорогу мог сидеть дома мало что затем цикл то есть заходили через киев на границы донецкой луганской областей правильно я понимаю наверно я ж не знаю какие у них там стратегии были как я могу узнать младший офицерский состав которого нет образования да те же смешно ведь да вкусного настроения смешно да а для чего сверху нужно было правительство украине ну я так думаю то было для того чтобы не было дальнейшей угрозы потому что правительство украины не как не сошлось бы на этих согласилась на то что как бы мы отбиваем на отбитых территориях вот как с крымом то же самое ну они как бы не не согласились что это их не территории не ведь вы какие в этом серия политики какие в этом серия политики я так не думаю я никогда политика не интересовался то что это не интерес я думаю что там крым отбили или нет хочешь что-то украинцы мне ничего говорить россиянам то тоже ничего не забывайте нас это кому-то к россиянам к россиян хочешь были обменен конечно все хотят здесь нет ни одного кто бы не хотел а возвратишься воевать нет но если заставит не застал владимир владимир что-то его снова в голову изберет один цификации ты бы поверишь снова еще этого не верил и в этом сейчас смысле ты говоришь туду я говорю что было так сказано не сказал что он то верю ну не верил но забрали пошел снова заберут пойдешь на что мне надо протекать здесь там же такие законы как и здесь но если физически вот просто рассуждать с третьего лица несмотря ни сук не со стороны украины не со стороны россии есть полиция есть пожарная да да ну и все эти стройки вот я бы также сел как и здесь в смысле смысл то нет люди идут воевать защищать свою страну а я те ну а ты мне объясни за что воюет россияне вот они здесь знают что их мобилизировали сказать всех людей в смысле а почему украинцы могут объяснить почему их мобилизируют мобилизация в украине до сих пор идет для защиты страны и своего народа ведь а за что воюет россияне объясни мне тоже ноет здесь на стульчика сидят ты сидишь ноешь меня мобилизировали объясни за что и мне рассказывает что через киев заходили чтобы выйти на границы донецкой и луганской областей это мои предположите это все глины кожи все может быть все всем всем и всем и здесь сидите как овцы всеми здесь сидите как овцы грубо говоря защищайте владимира владимировича путина защищаешь каким образом ты говоришь что он представитель он не мог штангу и так далее говорит нам не военщины заставляю говорит не оппозиция какая средний вот это или как эта средняя позиция не трудно сказать вода это нужно было показывать как тогда так когда тебя забирали там состоулке или откуда вода ту среднюю позицию нужно было показывать и все может быть ты не согласен со мной возможно нужно было можете упираться но нет какой бы в это был бы толк непонятно может посадили бы может нет за уклонение вот здесь все может быть а может не посадили кто знает не стал рисковать а может у меня это может нет да согласен а мой следующий раз когда пойдешь уже разговаривать мы не будем обучено пакете все все может быть тогда уже будет все равно вот и готов к этому все мы готовы так или иначе умереть а как может быть неготовность не знаю я думаю что украинцы не защищают свою землю и надеяться что останутся а у вас все готовы умереть за что никто даже не может объяснить за что жизнь у нас такая пошел нынче алана русская да да не думаю это все касается всех это кого людей каких из плоти и кость всех и крови говорят крови я в общем говорю я не говорю какую-либо нацию а